И сегодня наша встреча посвящена выдающемуся композитору Петру Плечу Чайковскому. Творчество Чайковского – вершина мирового музыкального и культурного наследия. Вечно живой и драгоценный родник, из которого не перестают черпать мудрость и вдохновение композитора XX и XXI века. Несколько лет тому назад ГИНЕСК проводила статистические исследования. И они показали, что Петр Чайковский – самый исполняемый в мире композитор. Его музыка близка и понятна людям разных стран, разных национальностей, вероисповеданий и разным возрастом. Очень точно о значении творчества Чайковского рассказал известный американский дирижер Леопольд Стаковский. Чайковский и музыка – это два нераздельных понятия. До тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениальные аккорды, люди будут преклоняться к любому гене. Боюсь, что у меня не хватит слов, чтобы по достоинству оценить его влияние. Он для меня – все. Правда же, прекрасные слова, такие грандиозные. Вопросом нахождения источника вдохновения и гениальных темы мелодии Чайковского занимаются музыканты и музыковеды многих десятилетий. И для многих становится очевидным влияние украинской культуры и корней на творчество Петра Чайковского. И сегодня я попытаюсь вам немножечко отворить дверцу маленькие тайны, которые, может быть, и не всем известны. И исследуя этот материал, естественно, не обойтись без биографии и композитора. И когда я начала исследовать эту тему, где же стоятся корни Петра Чайковского, вы знаете, оказалось, что прадедом Петра Чайковского Петра Федора Асафер Чайка, у него была фамилия Чайка, происходил от православных шляхчичей Кременчугского уезда и был потомком известного на Украине казачьего рода Чайка. Семейное предание утверждает, что он участвовал в полтавской битве. Дед композитора Петр Федор Чайка был военным лекарем и участвовал в русско-турецкой войне. И получил в 1785 году дворянский киту. Был командирован в Вятскую губернию, где служил городничий. Именно в Вятской губернии спустя много лет и родился его внук Петер. Петер Петр Ильич. А Илья, отец его, вот представьте себе, какое стечение обстоятельств. Илья был двадцатым сыном в семье Чайковского. Если бы не было, у нас сейчас сколько детей, да? Один-два ребенка. А это, представьте себе, двадцатый сын. А если бы не было Ильи, мы бы не знали, кто такой Петр. Посмотрите, сколько таких гениальных людей не появилось на сегодняшний день на свете. И Петр родился 25 апреля 7 или 7 мая по новому календарю 1840 года в Моткинске, в Вятской губернии. Удивляет судьба Петра. Дело в том, что родители его изначально готовили юристы. Он закончил юридическое училище, поступил на службу, на юстицию. И только лишь в 21 год, по настоянию его папы, он решил заниматься музыкой. Хотя в детстве он проявлял необыкновенный интерес и желание музыцировать. Но мама его говорила, что музыка не кормит, поэтому это только для души. Но все равно душа его требовала, и в 21 год он начал заниматься музыкой серьезно. Причем, когда его отец подошел к профессионалу, он говорит, можно ли мне начать заниматься с сыном? Вы могли бы начать заниматься с моим сыном? Он говорит, ну, вы знаете, 21 год, это уже поздновато для карьеры музыканта. Ну, для себя можете заниматься. В результате он начал заниматься. Один из первых стал студентом, открывшийся тогда в Санкт-Петербургской консерватории. И в 29 лет был ее выпускником. Это сейчас мы с вами прошли по его родословному древу. Причем, вот, его корни, как вы уже поняли, да, которые тянутся к Украине, по отцовской линии. А как же дальше проходила его судьба, и каким образом он смог дальше проникать в украинскую культуру? Впервые Петр Ильич посетил Украину летом в 1865 году. Есть одно место, которое я не променяю ни на какие другие в мире. Это местечко Каминка на Черкащине. Я люблю в ней ее прошлое. Она овена, для меня духом поэзии, образ Пушкина. Витает передо мной, стесечь настраивает на поэтический лад. Эти слова принадлежат Петру Ильичу Чайковскому. В Каменке, писал он, я нашел то ощущение мира в душе, которое тщетно искал в Москве и в Петербурге. Никогда за границей, даже среди самых выразительных красок, роскошных кожных краев, я не находил тех минут святого восторга о созерцании природы, которые выше даже, чем наслаждение искусством. В имении Каменка жила его родная сестра, Александра Ильинична Давыдова. Или еще Сашенька, как он ее называл, Аскова. Сестра, пишет тогда довольный композитор, приготовила мне милое и совершенно отдельное помещение. Я буду жить в очень чистенькой, уютной хатке, следом на село и на извилистую вдали речку. Даже инструмент достали и поставили в маленькой комнатке рядом со спальней. Заниматься мне хорошо будет. Его сестра родная, Александра Ильинична, вышла замуж за сына, героя 1812 года, Льва Васильевича Давыдова. Его отец был декабристом, и его в свое время сослали в Сибирь. Это имение было запущено. И только благодаря Льву Давыдову и сестре Петра Ильича Чайковского, Александре Ильиничне, это имение было восстановлено. И сейчас на этом месте поселение Каменка в Черкасской области открыт музей Петра Ильича Чайковского и Александра Сергеевича Пушкина. Потому что этот дом посещали и Александр Сергеевич Пушкин, а Чайковский тому всегда любимым гостем. В течение 28 лет, до самой почти смерти, он каждый год в средний период он проводил в поселке Каменский. И был безумно счастлив с соприкосновением с природой, с бытом народным, с его обитателем. И, конечно же, живое общение с культурой, которое могло повлиять на его творчество. В село Каменка он приезжал каждый год, и насчитывается более 30 произведений, которые он там как начинал создавать, так и создал. В этом поселении он написал известный цикл «12 времена года». Здесь он начал писать оперу Евгения Недина, балет «Спящая красавица». Вторая, третья, четвертые симфонии были написаны именно в этом месте. И также были написаны и другие произведения. И сегодня наша встреча посвящена циклу, фортепианному детскому циклу «Детский альбом». И вот почему я так много говорила о украинской культуре, которая могла лечь в основу многих его произведений. Ведь даже финал четвертой симфонии, там звучит украинская народная песня «Журавка». И он еще говорил, я эту «Журавку» посвящаю нашему дворецкому, потому что он постоянно ее напевал. Он даже говорит, это имени, извините, не помню, забыла имя, дворецкому. Так и назвал, это, по-моему, посвящается. Много было посвящений именно жителям этого села. А свой детский альбом он посвятил своему племяннику Володе Давыдову. Еще он его взял Богом. Ну, это у них так было принято. Он безумно любил всех детей своей сестры, как своих родных. А всего у сестры у него было семеро детей. Они очень любили собираться вечером, музицировать. И Володя проявлял самый большой интерес и очень хотел быть похожим на своего любимого дядю Петра Ильича. И поэтому именно для него он сочинил этот цикл, чтобы он мог расти, как музыкант. Ну, в Каменке на лоне прекрасной природы и окружении милых сердец людей Петр Ильич всегда чувствовал приоритет творческих сил. И когда он приезжал, всегда приезжал с большими подарками. Ни один из членов семьи никогда не был обделен его подарками, которые он привозил во множестве. А уж дети были особым предметом воздаяния. В письмах Петра Ильич, которые он писал в Каменку, мы только и читаем в восторге. О милой Тарочке, Веушечке, Анюте, встречаются поклоны и поцелуи Бобе и Бебе, так называл Владимира, и Уке, Юрочке. Почти в каждом письме он вспоминал о их проказах и забавной болтовни. В 1878 году Петр Ильич начинает работу над детским альбомом Чайковского, над детским альбомом. Как всегда, посетил своих любимых племянников. В мысли написать сборник небольших пьес специально для детей Чайковского на толпуе два факта. Во-первых, им послужил пример Роберта Шумана. Еще на первом издании детского альбома, это, конечно, уже переизданные сборники. А самый первый сборник детского альбома, там так и было написано, подражание Роберту Шуману. И здесь он, конечно же, хотел сочинить цикл простых пьес как альбом для юношества. Шуман сочинил альбом для юношества, а Чайковский сделал свои детские альбомы, которые смогли бы свободно исполнять дети. А во-вторых, к мысли сочинить подобное произведение Чайковского, надолкнуло общение со своими племянниками. И в 1878 году, осенью, был выпущен первый сборник детского альбома, который он посвятил своему племяннику. В детском альбоме Чайковского 24 произведения. Каждое само произведение по себе и уникальное, и индивидуальное. Но сегодня у нас будет необыкновенное представление полностью всего цикла. Мы его будем рассматривать не как отдельная какая-то въездка, а как большая история. И здесь можно объединить эту историю как один день из жизни ребенка. Вот если мы возьмем сборник, то интересно, вот 24 пьесы, а они объединяются по сути в один сюжет. Утреннее пробуждение. Во времена Петра Ильича Чайковского все, кто вставал, пробуждался, первым, что начинал делать, это начинали с утренней молитвы. И, конечно же, первая пьеса в этом сборнике – утренняя молитва. Заключающая пьеса здесь в церкви, но она же, можно сказать, не вечерняя молитва, потому что она была написана в точности на слова церковного песнопения. Пробуждение, утро, правда же игра, мама рядышком должна быть, правда же, возле ребенка, как только ребенок пробуждается. Как ведут себя мальчики, девочки, с чем они занимаются, во что они играют, чем они увлекаются. Они любят путешествовать, а дети обязательно любят сказки. А еще обязательно они любят смотреть на природу и слушать, как же она звучит. И вот все, что я вам сейчас сказала, буквально в нескольких словах, это все заключено в этих песках. И мы с вами начнем сейчас как раз-таки и прослушивание, и просмотр. Потому что я хотела как можно более точно и ярко раскрыть образность этих произведений. И поэтому сегодня мы сможем с вами наблюдать не только музыкальное изображение, но и визуальное. Музыка – это искусство звука, живопись – искусство красок, танец – это искусство пластики. Ну, что у нас еще есть? Какие виды искусства? Мы сегодня с вами сможем со всем этим познакомиться. И начинается наш цикл детского молитву с произведения «Утренняя молитва». Это невероятно красивая, светлая, созерцательная пресса, которая налевает на размышления о воде и о душе. Исполнит утреннюю молитву Иван Пача, преподаватель Малая Дагадина. Исполнит утреннюю молитву «Утренна» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Я думаю, все мы сегодня обогатились духовно, ортопианной музыкой и скрипичной тоже. Поздравить Татьяну Николаевну с ее проектом удачным, интересным, познавательным. И в канун Татьяниного дня, который, все знают, что завтра будет, я ее хочу поздравить с этим праздником. А также поздравить всех Татьян, которые присутствуют сегодня. Пожелать крепкого здоровья, удачи и любви. Можно я, пожалуйста, я не могу не сказать. Поздравляю всех, спасибо всем организаторам. Хочу сказать, что когда в прошлом году мы были в Киеве, дети уже были внизу, там фотографировались около елки, а меня не отпускали организаторы, которые были в литературном институте. И, слышите, что меня все спрашивали, я пока собирала госпожи Приходченко рисунки, они говорят, слышите, рисунки дети талантливые, играют вообще? Это что там, у вас в маму же школа искусства даренников? Я говорю, нет, нет даренников, это простые дети из сел там, причем такие. Они говорят, слушают, а я что еще говорю, потому что мы были первопроходцами, музыкальная школа там ни одна ни разу не выступала, там выступали только консерваторские, представляете? И они в таком шоке, они говорят, не может быть, не может быть, это школа одаренников, у нас даже в Киеве таких нет. Этот раз я приехала, они говорят, где твои одаренники? Я говорю, денег нет, давайте нам опять в проект, и мы приедем к вам опять бесплатно. Это Галина Михайловна Вальков, кандидат философских наук, гуманитарного, мои прошлого внимания, гуманитарного инвестибента. Да, завкафедра спрашивала на конференции, когда выступали Надежда Семеновна и Татьяна Николаевна. Завкафедра, она говорит, что они там делают, ваннушка, работают учителями музыки. Он говорит, слышишь, им надо в консерватории работать, я согласна. Они, кстати, выступили шикарно. Ради них, чтобы вы знали, нельзя же выступать из мамушской школы, мы через колледж, так сказать, теперь выступили. Ради них Галина Ивановна сделала секцию, и уже второй год эта секция самый бешеный успех имеет, и в этом году она заняла первое место. О, ну, лучше всех! Конечно, спасибо за просмотр! Я думаю, что всем очень понравилось, мы ждем на следующих наших концертах. Я рада была, что сегодня был у нас полный зал. Какое счастье! Да, потрясающе! Спасибо! Внимание! Так, внимание, улыбочку! Спасибо!